Задача Даны две пересекающиеся поверхности вращения способом вспомогательных секущих плоскостей построить линию пересечения и найти невидимые участки Давайте внимательно посмотрим то, что у нас здесь есть У нас есть здесь сфера и плюс четвертая часть от Тора Все, что у нас здесь имеется Вид фронтальный и вид на горизонтальной плоскости проекции Ну здесь сразу я уже обозначил то, что мы будем видеть То есть мы сами участки какие будем видеть, не видеть Вот эта невидимая часть, она за сферой находится И вот эта часть тоже будет невидимая у нас И где-то здесь будет проходить линия пересечения Линия пересечения Ее надо построить В данном случае удобнее всего воспользоваться методом секущих плоскостей Что это означает и как мы будем строить Ну давайте, во-первых, построим такую плоскость Вот я эту плоскость проведу Ну я сделаю так, чтобы была сплошная Сплошная Ну вот так Проведу таким вот образом Вот это будет плоскость первая Значит я разрезал горизонтально проецирующей плоскостью Две наши поверхности вращения И теперь давайте изобразим то, что мы будем видеть на фронтальной плоскости проекции При этом надо знать, что вот здесь мы линию пересечения видим Да, вот эта линия пересечения Вот она есть Готовая Ну надо найти эти точки, которые будут на фронтальной плоскости проекции Что здесь будет происходить, когда мы разрежем Когда мы разрежем сферу, мы будем видеть здесь что? Окружность, но только окружность вот такого радиуса Да? Вот он, радиус 41 мм И изобразим вот эту окружность 41 мм Дальше, когда мы разрежем этот участок Тора Что мы будем видеть? Мы будем видеть фигуру подобную Да, но только у нас вот эти границы будут смещены внутрь Ну или по-другому У нас, что будем мы видеть? Это будет у нас дуга Дуга какая? Значит, для того, чтобы ее найти Мы проведем линию связи вверх Вот таким вот образом Под углом 90 градусов И проведем окружность Вот таким вот радиусом Провели Ну, это у нас будет часть окружности Три четверти ее Это будет лишнее Поэтому я ее удалю И теперь давайте поразмышляем Что мы имеем? Что мы имеем? Мы имеем вот те плоскости Которые получились в результате сечения Эти плоскости будут пересекаться Вот смотрите Одна и вторая Где? Вот одна точка у нас есть И вторая точка есть Там и будут общие точки Вот их мы можем обозначить Только радиусом поменьше обозначим Одна точка И точка вторая Дальше Две точки у нас уже есть И вот контуры нашей линии пересечения Уже намечаются Намечаются Так, теперь Давайте дальше подумаем Ну, если мы проведем Секущую плоскость Вот чуть дальше Вот так И опять же Мы будем иметь от сферы Окружность радиусом 45 мм Проведем эту окружность 45 Дальше От нашего Кусочка тора Мы будем иметь Окружность Вот такого радиуса То же самое Лишнее Обрежем Чтобы не загромождать чертеж То есть Вот это и это Мы обрезаем И давайте посмотрим Где будут У нас точки пересечения Ну, вот она Одна точка И Еще Будет Вот одна точка Пересечения Видите Эти точки наши Ложатся Все ближе Ближе И ближе Да Ну, поэтому Логично нам еще одну плоскость Провести где? Наоборот Вот здесь Так, чтобы она у нас Лежала Другую сторону Проведем Теперь Проведем Окружность сферы Это будет вот такая Окружность Радиусом 36 Проведем ее Радиусом 36 И Точно так же Проведем то, что у нас Получится Надо 90 градусов Чтоб было Проведем Вот таким радиусом Вот так Проведем И получим Найдем Здесь Точки Одна И Вторая Ну, обрежем Лишнее Чтобы нам не загромождало Чертеж Не загромождало Чертеж Ну, а теперь Давайте подумаем Ну, я Полагаю, что здесь Достаточно Вот тут на этом участке Точек достаточно Нам не хватает А здесь Срединки Да Еще точки А давайте подумаем Если мы Разрежем Разрежем У нас Вот так Прямо по оси Что мы будем иметь? Мы будем иметь Окружность Сферы Вот такую Да Раз А что мы будем иметь Тогда в этом случае От нашей Какая будет у нас Здесь В этом случае Окружность От Тора Вот она Будет Здесь И мы будем иметь Раз Да Крайние точки Да Крайние точки Здесь и здесь Ну, то есть Больше точек Мы тут Получить Не можем Да Не можем Теперь Соединим Ну, сначала Обозначим Потом соединим Полученные точки Обозначим Эти точки Так Один Проекция Два Два Проекция Два Три Проекция Два Четыре Проекция Два Дальше Пять Проекция Два Шесть Проекция Два Семь Проекция Два И восемь Проекция Два Построю Теперь Построим Саму Линию Пересечения Это Будет У нас Кривая И Эта Кривая Будет У нас Видимо Поэтому Строим Так Выбираем Все Точки Так Потом Здесь 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 И Вводим Вот Такая Кривая У нас Получилась Теперь Сразу Давайте Разберемся Что Мы Тут Будем Видеть Что Будем Не Видеть Очевидно Что Мы Видим Здесь Сферу И Сферу Будем Видеть До Линии Пересечения Вот На Этом Участке Дальше Мы Будем Иметь Уже Невидимую Линию Невидимую Линию Поэтому Опунктируем Ее Обозначим Мы Обозначим Вот Так Дугу Так И Теперь Мы Дугу Точно Так Сделаем С Другой Стороны Так Так Только Мы Сделаем Ее Вот Это Удалим Эту Сделаем Сплошной И Дотянем Ее До Места Встречи Вот Так И Вот Что У нас Получилось Видимый Участок Линия Пересечения Невидимый Участок Теперь Осталось Построить Кусочек Линии Пересечения С Обратной Стороны Ну И Чтобы Нам Было Все Одинаково Изображено То Вот Это Нам Надо Сделать Наверное Синим Пунктирным Да Вот Так Чтобы Было Мы Синим Бунктирным Обозначали Сам Объект А Линию Пересечения Обозначали Красный Теперь Давайте Подумаем Где Линия Пересечения Будет У нас Здесь Ну Вот Невидимый Участок У нас Есть Невидимый Участок Есть А Где Тут Будут Располагаться Вот Эти Точки Невидимые Они Располагаются Здесь Вот Мы Можем Их Просто Линия Связи Провести И Вот Они На Поверхности Здесь Располагаются Ну То Кусочек Линии У нас Уже Есть Осталось Нам Построить Верхний Кусочек До Оси Для Этого Проведем Линия Связи Сверху Вниз И Давайте Посмотрим Точка 8 У нас Лежит Где Вот Здесь На Оси Да Вот Она И Ее Обозначим Вот Это Будет Точка 8 Так Еще Нас Интересуют Точки 5 Интересуют Точки 6 И Точки 7 Где Их Найти Ну Посмотрите Если Мы Проведем Вот Здесь Текущую Плоскость Вот Через Точку 7 Проведем Ее То Что Мы Будем Видеть Мы Будем Видеть Окружность На Сфере Вот Такого Радиуса То 34 Миллиметра И Если Мы Тут На Сфере Проведем Окружность 34 Миллиметра И Проведем Линию Связи Из Точки 7 Вот Она То Точка 7 У нас Окажется Где Вот Тут Раз Вот На Пересечении Здесь Она Будет Раз И Точка 7 Будет У нас Ну На Пересечении Продлим Ее С Обратной Стороны Точно Так Вот Здесь 7 Есть Ну И Еще Давайте Построим Точно Так Ж 5 Проведем Вот Здесь Плоскость Текущую Измерим Радиус Сферы 44 Миллиметра И Эту Сферу Здесь Построим 44 И Проведем Линию Связи Точки 5 Вниз И Получим Точку 5 Но Она Будет У нас Только Главное Не Ошибиться Вот Здесь С Этой Максимальной Стороны Да Здесь И Будет Она Находиться Вот Здесь Вот Здесь Так Ну Собственно Нам Этого Достаточно И Давайте Подумаем Сразу Каким Чертить Ее Начиная Вот От Оси И Выше То Что Мы Будем Чертить До Точки 8 То Будет У Нас Что Линия Сплошная Линия Сплошная И Кривая Поэтому Так И Построим Вот От Этой Момента До Этого Этого Так Дальше Сюда И Сюда Вот 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 Наша Получилась Линия Как Она Выглядит Таким Вот Образом Все То Что Мы Планировали Сделать Готово Задача Решена Решена Продолжение следует...